Жизнь ворота! Жизнь ворота! В Грузии. Что делаете на Украине? Приехал лечиться. Где проходили лечение? С Саки. Там военный госпиталь. С Пирогова? Да. Раннесудимый? Да. Являетесь вором в законе? Да. Как положено. Сейчас направляетесь куда? В Турцию. Все. Вор в законе Гочи Джинчарадзе Курша. Грузинский курорт Кабулети знаменит не только своими пляжами, но и людьми. Здесь родились прославленные футболисты, спортсмены, политики и всемирно известная певица Нина Катамадзе. А в местечке Бабаквате, расположенном неподалеку от Кабулети, 5 июня 1972 года пришел в наш мир еще и Джинчарадзе Гочи Атарович. Он правда прославился не в спорте, политике или музыке, а совсем на другом поприще в мире криминала, но зато тоже обрел некую популярность, получив прозвище Курша. Коронация на юбилее. Своеобразное признание своей деятельности в виде воровской короны Гочи, которому на тот момент не исполнилось еще 20-ти, получил в самом начале лихих 90-х. Знаменательное событие произошло в московском ресторане «Таврия», расположенном при гостинице «Севастополь». Именно здесь, в преддверии Международного женского дня, праздновал свой полувековой юбилей криминальный авторитет Зури Цинцадзе. В этот знаменательный день короной одарили не только Джинчирадзе, но и Чирогальского – Шония, Кахучихатаурского – Чиквадзе и Кахузугдитского – Алшибая. А уже весной следующего года, по решению суда города Батуми Курша, как и полагается истинному вору, на полгода отправился за решетку. Впоследствии коронованный и отсидевший вор и сам принимал участие в коронации других деятелей преступного мира. Так, в 1994 году его крестниками стали Гога Кабулецкий, Тапурия, Илаша Гагринский, Джалагуа. Также, в ходе конфликта 1995 года Курши, наоборот, был раскоронован Гелла Кабулецкий, Такидзе. Охотники за бизнесменами. Обосновавшись в Москве, Гоча сколотил собственную банду. Изначально они решили крышевать некоторых ночных бабочек, поджидающих своих клиентов на Тверской улице. Но такой бизнес особого дохода не приносил, а делиться с более высокими покровителями было нужно, да и самим бандитам в Москве хотелось пожить на широкую ногу. И тогда преступники решили перепрофилироваться в налетчиков, а целью своей сделать квартиры местных бизнесменов. Чтобы выглядеть серьезнее, банда даже пополнилась еще восемью выходцами из Грузии. К новой сфере деятельности подключили и уже своих проституток. Схема была такова, Путана приезжала с клиентом-бизнесменом в его квартиру и звонила своей подруге или сутенеру, на самом деле бандитам. В разговоре девочка передавала что-то вроде шифрограммы, обозначавшей место жительства жертвы и то, есть ли в помещении что-либо, стоящее внимание. Бандиты проникали в квартиру, представляясь сотрудниками ЖЭКа. Бизнесмена они связывали, пытали, а обобрав, увозили с собой и свою сообщницу. Если же потенциальная жертва представительницами древнейшей профессии не интересовалась к ней и применяли иной подход. Сначала бандиты следили за бизнесменом, изучали его дневной распорядок. Затем, дождавшись, когда никого из мужчин не будет дома, подсылали свою сообщницу, переодетую сотрудницей Массенерго. Доверчивые жильцы пускали приятную девушку уладить проблемы со счетчиком, но вместо нее в открытые двери квартиры врывались бандиты. Однако осенью 1998 года правоохранители вышли на след банды и уже год спустя поймали и самого Джинчирадзе. При этом ему инкриминировали не только бандитизм и незаконное владение оружием, но и покушение на убийство. Очевидно, дело закончилось выдворением из Москвы, ведь Гоча пребывал в федеральном розыске за вымогательство, совершенное на территории Северной Осетии. Знакомство с тюрьмами Пермского края. Но уже в следующем году Джинчирадзе с героином задержали сотрудники московского УБОПа. Решение по своему делу Гоча ожидал в СИЗО 5-водник город Москва. Следующее задержание и вновь с наркотиками произошло в 2002 году. Но дело было прекращено спустя два месяца. А еще через два года, в 2004 году, Курша был задержан в российской столице, вместе с Гелой Кабулецким за незаконные действия с оружием и наркотическими веществами. До вынесения приговора Гоча содержался в матросской тишине, а когда суд приговорил его к полугодовому лишению свободы, угол для отбытия наказания в исправительное учреждение Пермского края. Уже в ноябре 2005 года Курша спокойно присутствовал на похоронах Зури Батунского, на юбилее которого некогда был коронован. Кстати, Зури умер в Пермском крае, в пенитенциарных учреждениях которого отбывал срок и Гоча, а похоронили его в родном Батуми. Безответная любовь к России и Украине. В 2006 году Джин Чирадзе был снова задержан в Москве. По решению суда его выдворили на родину, в Грузию, так как на территории Российской Федерации он находился незаконно. Но родное грузинское правосудие также не было благосклонным к Гочи. Оказавшись на родной земле, вор угодил за решетку, где пробыл вплоть до января 2013 года. Выйдя из Тбилисского СИЗО-1 по амнистии, Курша рванул в Крым, где 1 апреля того же года попался в руки правоохранителей города Саки. На следующий день законника выдворили вообще в Молдову. Дальнейшие события показали, что Джин Чирадзе оказывается влюбился в Одессу. Однако жемчужину у моря Гочи взаимностью не ответила. В первый раз его выдворили оттуда в Грузию, а уже в следующем, 2015 году, в Турцию. Правоохранители тогда посадили вора в законе на самолет Киев-Стамбул и понадеялись на нескорую встречу. А зря. Поскольку с Южной Пальмираю Джин Чирадзе ничего не вышло, он решил попытать счастье с матерью городов русских. И снова без взаимности, в марте 2016 года Гочи был задержан сотрудниками киевского ГУР-НП и депортирован в Грузию, а после повторного задержания месяц спустя еще дальше, опять в Турцию. Но как показал одесский опыт, расстояние любви к Украине не помеха. И летом 2016 года Куршей занялось уже СБУ, встретив его на курортах Закарпатья. Турецкий протест. Очевидно Гочу снова выдворили в Турцию, поскольку в апреле 2019 года он обозначился на противоречивой воровской сходке, проходившей в Стамбуле. В этот раз коронованные воры собирались принять в свою большую семью этнического иранца Ахтама Якубова. Гоча с этим был в корне не согласен, поэтому ушел с мероприятия еще до того, как было озвучено окончательное решение. Но кому надо о коронации новенького успел передать. Поставил ли крест Курша на своей любви к Украине и России, окончательно обосновавшись на берегу Турецком, или снова попытается вернуться в манящие его места? В недалеком будущем это будет уже известно наверняка. Во всяком случае, пока сердце бьется все еще может быть. Как вор в законе Курша обещает вернуться снова. Как стало известно Prime Crime, 20 апреля 2016 года, в Киеве сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в очередной раз был задержан и выдворен за пределы страны, 43-летний грузинский вор в законе Гоча Джинчирадзе, он же Кахидзе, более известный в криминальной среде как Курша. Последний раз Куршу задерживали на Украине, 10 марта этого года, с последующей депортацией в Грузию, куда ранее был доставлен его батунский земляк, Миндия Горадзе, он же Лавасоглы, которому на родине светит немалый срок. По нашим данным, обоих законников роднят не только корни и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но и общие на Украине интересы, которые, в отсутствии Миндии, Гочи теперь приходится защищать в одиночку. Поскольку хозяйство хлопотное и без надлежащего присмотра быстро приходит в упадок, возвращение Гочи – вопрос ближайшего будущего.